Итак, способы получения эзотерического знания. У нас их много. Первое – это эзотерическое толкование целого круга древних текстов. То есть, как я уже говорил, у них нет одного текста, который они только толкуют и все. Они говорят, что у нас есть различные источники, читая которые, мы можем открывать истину. Смотрите, первый момент. Эзотерическое толкование основано в первую очередь на убежденности, что за пределами этого физического мира существует единый духовный, как я уже говорил, который действует по своим законам, и эти законы проявляют себя в религиозных откровениях. Соответственно, мы их должны понимать. Второе – никакой древний текст не может быть важнее другого, не может быть более авторитетным, чем другой. Тоже интересный момент. Третье – любой эзотерик должен искать в тексте не догматические парадигмы, не установки какие-то конкретные, но высшие, с его точки зрения, духовные ценности, а именно – любовь, всеобщее счастье, мир, благо, знания, духовное развитие. То есть, как только эзотерик видит вот эти слова-маркеры, вот эти понятия-маркеры, он сразу же начинает уже искать более глубинный смысл. Потому что, как только он видит некие догматические правила, так, это все вычеркивается, это все не от Бога, а от Бога эзотерически, только любовь, мир, дружбу, жвачка и так далее. Неявные значения имеют преимущество над явными. Иначе нельзя толковать эзотерически. То есть, если мы видим, что написано, например, «я и отец» – одно, это нельзя понимать буквально. Нужно увидеть здесь глубокий смысл, глубины, которые стоят за пределами. Именно в этом и эзотерика. А потому что, если вы будете читать так, как написано, что же вы тогда за эзотерист? Да ерунда какая-то, вы обыкновенные христиане. Или догматизированные христиане еще, как иногда говорят. Потому что выявление скрытых смыслов – это и есть идея эзотерики. Текст имеет множество уровней. Как я приводил вам примеры в движении новой эры, человек искал в районе 70 смыслов в каждом стихе. То есть, как и почему именно 70, и почему не 69 или 71. И вообще, как можно найти 70 смыслов? Ну, представляете, какое нужно воображение? Я просто завидую. Я гораздо более ограничен. Ну, кстати, да. При толковании древних текстов нет никакой необходимости выявления исторических, литературных, лингвистических связей. Ведь писавшие текст – это или мифические герои, или жили так давно, что знание не будет иметь для нас никакого смысла. Историческая истина должна быть универсально выражена. Соответственно, не быть привязана к тем ситуациям. Мне иногда нравится, знаете, когда в церкви читают некий текст. Допустим, он никак не относится к сегодняшнему моменту или к человеку. Но по традиции каждый текст нужно привязать, а что этот текст значит для меня? То есть, это главный принцип толкования. Что он значит для меня? Иногда говорят, а ничего не значит. Может быть, он вообще ничего не значит в данный момент и в этой ситуации. Нет, нужно выжать из него какое-то значение. Давайте еще попробуем поиграть словами, значениями, смыслом. И может быть, что-то мы где-то как… Вот не надо. Вот если не значит ничего, то не значит. Можно оставить на потом. Потому что помимо конкретного стиха есть еще целый абзац, есть целый смысловой фрагмент, который так или иначе будет что-то значить для вас. Но не стоит играть с каждым… Выжимать из каждого текста смысл для того, чтобы понять, что он значит для меня. Но вот для эзотериков как раз это и в этом смысл, может быть, даже в порядке даже слов. Новые толкования не обязательно должны согласовываться с другими авторами. Они имеют значение лишь для меня сейчас и лишь в моих условиях. Последние еще две штучки, больше вас мучить не буду. Дальше мы пойдем по примерам. То есть вот мы набираемся неких знаний, а сейчас мы будем толковать примеры и попытаемся понять, в чем же здесь были эзотерические принципы. Все, что есть духовное, нельзя отвергать. Ибо даже в ошибочных суждениях может оказаться частица истинного эзотерического знания. Замечательно. Толкование является результатом откровения свыше или личного озарения. Это вот один немаловажный, но очень опасный элемент, когда человек ввергает себя, свое сознание, свою судьбу и душу под влияние неких духов, о которых он даже не знает. Причем мы не можем говорить, что это конкретно о духе, потому что иногда человек просто ведет своим собственным восприятием, мышлением или своей психикой. Иногда это духовные какие-то вещи. Надо конкретно говорить, что меня похитили, на меня действовали. То есть вариантов огромное количество, но в любом случае такое заигрывание с духовными вещами, с духами в христианстве никогда не воспринималось как положительное. Так, до Нострадамуса мы чуть попозже дойдем. Вот смотрите. Книга Иисуса. Кстати, вы не знаете, кто такой Бен Кулин? Ай-яй-яй. А через него-то передана книга Иисуса. Ну ладно. Книга Иисуса передана через Бена Кулина. Цитата. 63-я страница. И как многое в Библии оказывается попросту утраченным. Когда в ней приводится в совершенно искаженном виде мое утверждение «Я и Отец одно». Указывающее, что кроме Бога и меня нет другого, никто другой не является единым с Отцом. Но это не так. И мы все едины с нашим Небесным Отцом-Создателем, который согласно предопределению высшего разума сделал это возможным для всех поколений индивидуальных существ, таких как вы и я, а также для бесчисленных миллиардов удивительных созданий на каждой планете. Да, мои дорогие, это и есть истина. И эта истина делает людей свободными. Замечательный текст. Теперь давайте разберем, какие здесь принципы эзотерического толкования были использованы. Во-первых, переданы через Бена Кулина. То есть, толкование на основе откровения. В текст вводится совершенно внешнее толкование. То есть, согласно предопределению внешнего разума. Третье. Нет никакой опоры на сам текст Писания. То есть, вот там сказано «Я отец одно», это просто некий повод для наших размышлений по поводу текста. Четвертое. Неявное значение, то есть, космическое единство всех созданий становится главным смыслом текста. Пятое. Догматическое согласованное понимание отвергается. То есть, как только мы видим текст «Я отец одно», они говорят «это не так, давайте это отвергнем». То есть, стандартное понимание. Нет, надо понимать это выше, шире, глубже и так далее. И если вы посмотрите в другие примеры, такого рода примеров полно в современной литературе, которая касается религиозной мысли. Леви Доулинг. Более древний текст, ну, с точки зрения истерической мысли, потому что это, по-моему, 1914 год. Я, может быть, ошибаюсь. Ну, короче, начало 20 века. Леви Доулинг. Евангелие Иисуса Христа. Эпохи Водолея. Какова связь между Иисусом Христом из Назарета и Христом? Ортодоксальные христианские священники скажут нам, что Иисус из Назарета и Христос едины. И что подлинным именем этой замечательной личности был Иисус Христос. Они скажут нам, что тот человек из Галилеи – сам вечный Бог, облегшийся в плоть человеческую, чтобы люди могли увидеть его славу. Эта доктрина, несомненно, расходится с поучениями самого Иисуса и его апостолов. Учителя эпохи Водолея совместно сформулировали исчерпывающий ответ на этот вопрос, который мы воспроизводим полностью. Двоеточие. Иисус был идеальным иудеем, родившимся в Вифлееме Иудейском. Его матерью была прекрасная иудейская девушка по имени Мария. В младенчестве Иисус отличался от других детей, потому только, что в прошлых жизнях в такой мере преодолел плотские стремления, что мог, будучи, как и другие искушаем, не поддаться искушению. Павел был прав, когда говорил о нем евреям. Подобно нам искушен во всем, кроме греха. Вот, пожалуйста, интересные такие толкования, которые мы видим у эзотериков. Есть еще очень важный момент, который связан с толкованием пророчеств. Толкование пророчеств, то есть в древних текстах, в любых текстах, просто находится некое пророчество. И давайте его истолковывать. Ну, сейчас у нас были популярны Нострадамус, а сейчас, например, Майя, то есть 2012 год. Почему популярны? Ну, просто фильм вышел, сейчас у нас десятый год начинается. Ну, и, скорее всего, будет возникать истерика, по крайней мере, за рубежом уже это возникло. Знаете, у нас как с опозданием где-то на полтора года, и вот к нам докатывается эта волна. Вот, то есть у них где-то еще год-полтора назад уже все эти мысли возникли, и к нам они прибежали. Итак, 2012 год. А что будет? Вообще формально. Ну, никто ничего не ожидает. Если говорить о каких-то страхах, то я могу, так сказать, о чем можно волноваться. Вот реальные страхи конца света, хотите вам скажу? Это астероидная или кометная атака. То есть, вот если на Землю бухнется какое-нибудь крупное космическое тело, вот тогда да, вот может наступить что-то вроде конца света. И причем более-менее крупные такие камушки пролетали и еще будут пролетать. Но, как интересно, никаких прогнозов на 2012 год у нас пока нет. Хотя, знаете, существует крупное мировое агентство, куда могут вступить буквально даже отдельные исследователи по изучению небесного свода. То есть, они просто смотрят, следят за фотографиями, какие объекты движутся, чтобы потом вычесть. Потому что, знаете, одной камень, то есть, средствами даже нескольких телескопов невозможно охватить все небо. Соответственно, предвидеть попадание крупного астероида или кометы в Землю. Поэтому объединяет усилия многих. Так вот, если говорить о реальности, если говорить о реальной опасности, вот это и есть какая-то реальная опасность. А когда говорят о майе, вы знаете, ну как-то это уже, вот это интереснее гораздо. Ну что вот мы знаем о кометах, об их движении, о мощности удара, там еще что-то. Это же все наука. А вот майя это так, как-то духовно. Понимаете? То есть, в этом плане легче делать какие-то представления, предположения, как-то поговорить друг с другом. И вот пошло-пошло наворачиваться. Маленький миф рождает большую историю. Большая история рождает страхи, интерес. И люди начинают больше читать, больше интересоваться всеми этими вопросами. Достойные вещи. А в основе всего этого лежат какие-то странные пророчества. Есть некое пророчество, которое, даже не пророчество, есть просто некая ситуация, которая берется, из нее потом вытаскиваются странные следствия. Например, толкование центурий у Нострадамуса. Что бы это значило? Вам мелкого шрифта не видно, я надеюсь? Под градом солнца королевской птицы пророчества ночные прозвучат, Стена восточная в руины обратится, гром, молния, Семь дней враги в воротах простоят. Какие у вас есть предположения? Применим свое эзотерическое восприятие. Что вам духовно говорят? О чем вам это духовно говорят? Никак? Ну, вообще, правильные в кавычках толкователи раньше говорили, что это взятие Парижа фашистскими войсками за семь дней. Но после событий 2001 года, они говорят, на самом деле, теперь это новое понимание. Это когда башни-близнецы были разрушены террористами. Вопрос, какая связь? Какое? А вот. Восточная стена. Королевской птицы. То есть, там птицы, да, вот. Это самолеты. И вот когда у нас начинается такое притягивание за уши различных толкований, и потом делание выводов и публикование этих выводов во всех средствах массовой информации, говорится, конечно, Нострадамус предвещал. Это же само собой разумеется, это же факт. Но когда вы попробуете узнать, откуда появился такой факт, вы увидите, что факт ни на чем не основан. Это просто личное мнение определенного толкователя, который, не знаю, в каком духовном состоянии, решил так и передал вам эту информацию. Вопрос? Когда уже факт свершился, уже событие, потом они начинают пояснять. А, да. Они не объясняют до того, как это случилось. Да, это, кстати, очень... Это уже не предсказание. Да, это важная, кстати, деталь, да, что часто предсказания такие толкуются постфактум. Вообще, мне нравятся астрологические прогнозы. Знаете, если так примерно полистать или представить, сколько астрологических прогнозов осуществляется на каждый день, то можно с большой вероятностью сказать, что все главные события были предсказанными астрологами. Почему? Потому что такое большое количество предсказаний обо всем и про все, что всяко что-то где-то попадет. Но мы должны помнить другой момент. Если у нашего... Представить, у нашего предсказателя из тысячи предсказаний одно исполнилось. Это хороший предсказатель. Что нам говорит Писание по этому поводу? В частности, в второзаконии 18 главы. Побить камнями. О! Побить камнями. За что? За 999 неправильных или за одно неправильное? За одно неправильное. Понимаете, то есть, если это пророк Божий, то есть, если это от Бога идет, это пророчество, то оно идет от Бога, и пророк вещает слова Божьи. Если это от человека, то у него может попадать, может не попадать. Это называется рулетка. Если вы встречаете человека, который верит в такого рода рулетку, возьмите ему, покажите такую штуку, возьмите любую монету, и скажите, какая вероятность, что выпадет там орел или решка? Скажет, ну 50%. Он говорит, я предсказываю, что сейчас выпадет решка. Бум! Значит, орел. Ну ничего, хорошо, еще раз. В половине случаев ваши предсказания будут правильные. Значит, вы можете сказать, я пророк. Спросите человека, который верит другим пророчествам, скажите, вы верите, что я пророк? Потому что я предсказал в 50% случаев, что выпадет решка. Скажет, нет, нет, ну, да, вот. По вашему орелу, вы нашли решку. Понимаете, люди сами не знают, во что верить. И, опять же, как сказали хорошие, хорошие апологеты, сказали, что когда люди перестают, в частности, когда люди перестают верить в Бога, они не отказываются от веры. Они начинают верить во все, что угодно. Понимаете? И вот именно поэтому просвещение, не просто религиозное просвещение, а христианское просвещение занимает огромную роль в деле апологетики. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok